1 сентября нескоро на образовательные учреждения столицы республики уже начали подготовку к приему учащихся. В ходе выездного совещания глава администрации Алексей Ладогов посетил 39-ю школу, бывший лицей имени Лебедева и 163-й детский сад, и отметил, что одним из основных мероприятий по подготовке образовательных организаций к новому учебному году является проведение текущего и капитального ремонта. На проведение ремонта выделено из республиканского и муниципального бюджета более 167 миллионов рублей. В этом году ремонту подлежат 143 образовательных учреждения, в том числе школы, детские сады и учреждения дополнительного образования. На выездном совещании в средней общеобразовательной школе номер 39 подрядная организация начала капитальный ремонт в столовой, где проложили плитку и в скором времени планируют покраску стен. Также в этой школе ремонтируют актовый зал, где отделка потолка будет выполнена за счет бюджета республики и города. А отделка стен легла на плечи родительского комитета и сотрудников школы. Кроме этого, планируется объединить усилия с первыми лицеями проложить асфальт ко входу в школы. Также руководство администрации рекомендует образовательным учреждениям обустроить входные группы в школы в едином стиле. Мы все понимаем, что начальное звено малышей родители, бабушки встречают ежедневно. И одно дело, когда они приходят в образовательное учреждение, им поставлено два стульчика где-нибудь в углу, и они при этом стоят и ждут. И совсем другое, когда для них поставлены комфортные диванчики, где они совершенно спокойно ждут малыша, а переодевают его. Плюс бабушки, дедушки, они же все приходят с зимней одеждой, со сменной обувью, да и родители тоже самое. То есть мы постараемся создать, чтобы в фойе им было действительно удобно ожидать своих детей и вместе с ними уже идти домой. Дальше безопасность, да, и с этой точки зрения тоже, ну и конечно визуализация. Потому что сегодня наши дети, это дети, которые родились и пришли в школу уже в 21 веке. Им, конечно, хочется ярких красок, им нужны современные технологии. Они уже должны начинать свои стартовые возможности и воспринимать этот мир на уровне, может быть, не лучших. Да, потому что это все, конечно, упирается в бюджетирование и финансирование, но тем не менее на услугу конкурентоспособную. Каждый ребенок должен уже воспринимать учебное заведение через город из-за этого учебного заведения, что он учится в этой школе. Ну и, конечно, услугу получать в соответствии с сегодняшним днем. А вторым объектом для проверки комиссии стал бывший лицей-интернат имени Лебедева, который пустовал на протяжении четырех лет. В этом году данное здание стало филиалом лицея номер четыре. В скором времени здесь начался ремонт. На первый взгляд, школа держится только на капитальных и несущих стенах. До сентября здесь необходимо выполнить ремонт пола. На первом этаже демонтаж перегородок, реконструировать спортивный актовый зал и столовую. Также необходимо привести в порядок фасад здания. В документации проводим ремонт. Все соответствующие службы удостоверились в том, что никаких нарушений нет. Все в соответствии с действующими требованиями, снипами, нормами выполняется на этом объекте. Никаких нарушений быть не должно. Выделена сумма из городского бюджета, из республиканского бюджета. Общая стоимость работы с материалами, с дополнительным оборудованием, наверное, будет около 60 миллионов рублей. Сроки очень ограниченные. Начали работу выполнять только в июне. И хотим в начале учебного года уже запустить сюда детей. Если 1 сентября не получится, то обязательно они пойдут 1 сентября в основное здание лицея номер 4 по улице Чернышевского 4, дробь 19. Там условия для них созданы. Но будем стараться все-таки открыться 1 сентября. Вдобавок, выездная комиссия проверила 163-й детский садик, где необходимо выполнить ремонт мягкой кровли 9 веранд и полностью обустроить новую веранду. На эти работы из бюджета выделено около миллиона рублей. Инна Гаврилова, Сергей Михеев. Жизнь столицы.